Всех приветствую! Всем здравствуйте! У меня утро и утро мое началось. Решила я сделать на завтрак творожную запеканку. Творожная запеканка, ингредиенты, творог, сметана, сахар, яйца, мука, сливочное масло, соль по вкусу, изюм по желанию. В общем, у меня здесь творожок. В общем, все приготовила. Сейчас буду отправлять все в чашу и посмотрим, что у нас получится. Ну, на картинке у нас такая вкусная, красивая запеканочка. У нас уже с утра вот такой вот кулич Саша нарезал. Вот, так что будет у нас вкусный завтрак. Сейчас все сделаю, потом вам покажу, как получится. Надеюсь, у меня получится. Ну вот, все ингредиенты выложила в чашу. Сейчас добавляю муки, сколько нужно по рецепту. И буду выбирать уже программу. Здесь все указано, все показано, все написано. Мука у меня рисовая. Вот, получается пока так. Выбрала программу замес. 14 минут у нас будет замешивать. Видно там. Ну, а затем поставим на выпечку. Программа выпечка. И будет у нас вкусная запеканка. Еще добавила немножко вишни. Смотрите, как прям красота. Все, в чашу все отправили. И прекрасно. Не надо ничего само перемешивать. Ну, я довольна. Ну, потом уж попробуем кекс испечь. Рецептов множество, множество. Всяких разных рецептов. Даже такие. Тесто для кончиков. Домашняя сгущенка. Вот этот кулич мы вчера выпекали. Получился мягенький, хороший. Украшать не стали, потому что не Пасха. В общем, к Пасхе, чтобы уже знать, что мы будем выпекать. Такой вот он у нас. Запеканка наша готова. Как здорово. Я уже здесь приготовила, с чем мы будем кушать нашу запеканку. Вареная сгущенка, джем. В общем, как-то так. Сейчас немножко подостынет. Потом будем нарезать. Вот такая получилась запеканка. Она очень легко вышла из формы. Ну, пропеклось все. В общем, замечательно. Поехали. Поехали. Такая вот у нас запеканка получилась. Нам приятного аппетита. Кто за столом, приятного аппетита. Друзья, всех приветствую на канале. Всем здравствуйте. А у нас сегодня товар. Обзор товара от компании Тики Текс, девочки. Даня уже примерил вот такой вот красивый, замечательный костюм. Так, костюм мужской. Ростовка, девочки, метр восемьдесят два. Ну, у нас вот Даня наш метр восемьдесят пять. Брюки по низу идут. Там резиночка. Ну, они, в принципе, как раз прям замечательно. Брюки на резинке. Впереди шнуровка. Легкие брючки. С ветровочкой. Ветровка такая поверху отделана вот таким материалом. Какой-то такой прям, как его назвать-то, девочки? Плащевка, что ли, какая-то такая. Прошита хорошо. Материал хороший. Здесь замок. Тоже капюшончик можно затянуть вот шнуровочкой. Ну-ка, сына, примеришь капюшон. Кто у нас прыгает, балуется? Ну, вот так можно одеть капюшон. Замечательно. Если дождик, у нас сегодня даже снежок пролетал. Пошел, допустим, сверху жилеточку, да, тепленькую. И никакой дождик, никакой, в общем, снег не страшен. Так что здесь карманчики. Здесь тоже вот так. Неплохо. В общем, костюм. Размерный ряд, девочки, от 48 до 56. Обязательно будут внизу в описании ссылки оставлены. Подожди маленько. На каждый товар будет ссылочка, девочки. Заходите по оригинальным ссылкам. Смотрите, заказывайте. Ой, в магазине, в общем, девочки, огромное количество товара для дома. Детям, взрослым, молодым людям вообще, мужчинам. Для нас, для женщин. Много всего. Есть отдел распродаж, девчонки. Цены различные. Смотри, расстегни вот так вот. У нас там новая футболка же. Мы сейчас посмотрим. Футболочка. Ну, футболка уже заказана не первый раз. Ну, хоть что-то нит какая-то. Не первый раз вообще мы за футболки заказываем. Девчонки, футболки хорошие. Отличные футболки. В прошлый раз тоже заказывала. У нас Виталий был хороший костюм. Девочки видели, наверное. Он тоже с удовольствием носит. Надо убрать этикетку-то. Ну, в общем, уберемся сейчас. Так что, такие вот замечательные вещи для Дани. Ой, и еще у нас, девочки, у нас еще вот такие вот пантолеты. Ага, называется. Называются, девчонки, пантолеты. 45-й размер. Ну, косына, Дани, одну штуку. Одну штуку. В общем, вот такие вот. Там есть обувь на Тики-Тексе, девчонки. Тапочки, кроксы, или как их-то называют. В общем, подержи вот так, сын. Здесь вот на запятнике такая шлевка, или как шлейка, как ее назвать. В общем, эти сланцы 45-й размер. Ну, у Дани размер 45-й, 46-й. Примерно для мужчин на лето. Пляжные такие вот пантолеты называются. В общем, неплохо. Так, ну, сейчас посмотрим. С жилеточкой еще, как это будет все смотреться. Вот так вот планируется носить в прохладную погоду. Ну, вот сейчас вот самое то, наверное, да? Сверху вот так жилеточка. У нас Виталя также ходит. Но Даня говорит, что вот этот верх довольно-таки плотный и тяжелый. Что он даже такой непродуваемый будет, да, ведь? От ветра. Замечательно. Так что вот так вот будет Даня наш ходить. Так что, девчонки, это был обзор товара от интернет-магазина Тики-Текс. Огромное спасибо компании Тики-Текс за предоставленный товар. Товар, девочки, всегда качественный, хороший. Заходите по ссылочкам, оставленные внизу в описании под видео ссылки. Приятных желаю вам покупок. А мы очень довольны. Тебе нравится? Ну, тапки, что, как тебе? Ну, да. Удобно? Нормальные сланцы такие, да? Ну, сланцы. Первый раз, девчонки, увидела такое название. Панталеты. Так, футболка, девчонки. Размерный ряд. Вот сейчас посмотрела. Размерный ряд футболки. 44-й по 58-й. Заходите, радуйте себя и своих близких. У нас сегодня новая прическа. Доча, папа купил новый пластилин, принес. Подожди, подожди. Не купил. Ну, пластилин, в общем, вот так. Сейчас будем вырезать. Это надо так. Ты прическу делала? Вырезать. Ты зачем прическу такую делала? Причать. Вот так вот. Пока мама занималась делами, папа не смотрел, она тут уже хозяйничала. Дали на столе полепить, да? Ты умница такая, девочка, да? А ты зачем вот так-то сделала? На голову-то ты сделала? Для чего это? Я не знаю. Такие волосики. Написал, девочки, все, обрежьте волосы. Зачем волосы ребенку обрезать, девочки? Ну, мальчик еще, ладно. Ну, а девочки, для чего волосики? Я Марину не подстригала, у нас росли прекрасные волосы. Не знаю, кто-то на волосы подстригает детей. Ну, вот сейчас, конечно, придется. Это просто кошмар какой-то. Большой Пепа. Большой Пепа? Давай, раскрашивай. Молодец. Ну, что у нас тут немножко прическа поменялась. Да, мама? Удалила весь пластилин. Ну, и получилась у нас короткая челка. Такая. Так, ну что, получается у тебя? Угу. Нравится рисовать тебе, да? Пепу. Пепу раскрашивай давай. Молодец. Вот так вот. А циферки-то знаешь? Один. Где один? Один. Нет, не обманывай. В самом начале цифра один. В начале раскраски вот там. Покажи. Один. Один. А где два? Два. Нет, по порядку. Вот два. Видишь, здесь два дельфинчика. Дельфинчика. А это цифра какая тогда? Н. Три. Три. Это ж не буква. Это цифра три. Три. Да, а вот это четыре. Три-четыре. Четыре. Вот так вот. Запоминай. Пепу. Большой. Большой, да. Большой поросенок. Покажи маме цифру три. Где цифра три? Цифра три. Я тебе показывала. Три. Три, да. А где два? Два, два. Два. Нет, ну это ж один. Один. А цифра два где? Два дельфинчика где? Дельфина. Два дельфина и цифра два. Два. Да. А четыре где? Четыре. Четыре. Молодец. Давай раскрашивай. Дельфин. Дельфин. Два. Два дельфина, да. А какой цвет там у тебя дельфин? Какой этот цвет? Карандашик какого цвета? Ты только что называла. Раскрашивай еще. У тебя, смотри, плавник еще не раскрашен. Каким цветом-то ты его раскрашиваешь? Ева. Елтым. Опять обманываешь? У-у-у. Обманываешь? Красным. Нет, не красным. Какой этот цвет? Желтый. Ну, почему он желтый-то? Ты только что его называла. Один. Голубой. Голубой. Голубой дельфин. Дельфинчики голубого цвета. Два. Два дельфина у тебя, да. Цифра два. Два. А эта цифра? Полосенок. Полосенок. Поросенок. Цифра-то какая? Полосенок. Это один, два. А эта цифра? Полосенок. Доча. Один. Это один, два. А это? Три. Поросенок. Три поросенка. Посчитай, сколько у тебя поросят? Поросятки. Три поросенка, да? Вот считай давай. Тут подраскрасила. Поросенка. Вот так, молодец. Мама решила сделать салат капустный. Три поросенка. Так он еще не готов. Вкусно тебе что ли? Угу. Вот так вот ела тут уже подъедает. Свеколку выбираешь, да? Сладенькая. Угу. В прошлый раз написали, девочки, комментарий был. Ребенок много ест капусты. А она вообще у нас мало ест. Мало ешка. Не заставишь. Бывает у нее появится аппетит, она получше поест. Ну, сколько уж она тут съела, скажи, не лишка, да? Так что ничего она много не ест. Маленькая, худенькая. Вот. Ты не дождалась, чтобы мама салат сделала? Подожди маленько. Мама сразу решила здесь вымыть. Ну, брать комбайн, на комбайне делали по-скоренькому. Раз и все. А она уже тут пробует сладенькую морковку, да, с капуской? Угу. Давай, пробуй. Давайте ешьте, приятного аппетита. Еще. Да ты еще кусочек даже свой не съела еще. Нету. В тарелочке у тебя мяско. Обед. Второй. Второй кусочек тебе надо. Да ты еще первый даже не съела. Там завалятся? Кушай в своей тарелке, да, там мясо будет с булгуром у мамы. Вот. У вас салатик, рис и мяско. Грудка куриная ешьте. Второй ешь. Господи, боже мой. Ну, давай еще кусочек тебе положу. Давай. Тепленько, оно тепленько, еле-еле. Ты еще это не съела. Кусай. Вот. Вкусно? Угу. Ну, салат-то вкусный. Вкусненько, да? Давайте кушать. И мама тоже хочет кушать. Но мне некогда пока. Вот кормлю ребятишек. Давайте ешьте. Молодец, молодец. Опа. Опа. Ты упала? О, у нас сегодня погода такая хорошая. Вчера дождик был, гроза была. Собралась в теплицу. Да, да. Давай, прыгай тогда здесь. Не падай, ладно? Мама пойдет в теплицу. Надо заниматься делами. Огару. Девятый. Да, ты со мной не захотела. Ты сказала, прыгать будешь? Да. Я хочу вам посеять капусту. Давай. Помидоры. Что, поехали? Поехали. Давай, вперед. Помощничек. Вперед. Давай, машинку убирай. Там машинка у тебя вон. Да. Давай, шагай. Вперед. Доброе утро, доброе утро у нас утро. Давай, догоняй скорей. Матвейку в садик повели. Давай ручку маме. А тепло так-то, слушай. Тетя Аня. И пятишки тоже в садик. Сейчас Матвейку отведем. И домой пойдем. Да? Все. Папа у нас сегодня рано. Уехал на работу. У него не получается. Не получилось Матвейку увезти. Вот мы. И идем все вместе. В садик. Все, давай сандалик одевай. Все. Там девочка сидит, ждет. Потягивайся. Ну вот, Матвейку в садик увели. Иди, обходи лужицу так вот так. Вот. Цветочки идем смотреть. Ай, какие красивые-то они. Стоят такие бодренькие. Красивые цветочки. Да? Красивые? Сейчас пойдем тетя ранее встречать. А здесь еще не зацвели бутончики. Наливают. А здесь прям ранние такие. Вообще красота. Пойдем? Пойдем. Пойдем, давай, моя хорошая. Все, Матвейка у нас в садике. У нас вчера. Вчера был пропускной день. Вчера воды по городу не было. В общем, садик не работал. А сегодня у нас среда. Среда. Восемнадцатая, наверное. Ну-ка, давай, шагай потихоньку. Мама посмотрит число. Давай. Давай, давай, давай. Почки набухают уже. Смотри-ка, какие. Прям с каждым днем все больше и больше. И почечки. Травка зелененькая. Ну, пойдем, доча. Догоняй, маму. Да, сегодня восемнадцатый четверг уже. Вот мы с собой куклу взяли, да? Куклу взяла какую-то страшненькую. Вот. А здесь, смотри-ка, какие сережки. Какие тут сережки распустились. Ну, вот мы сейчас потихоньку. Тетя Аня ребятишек повела в садик. У нее туда подальше садик. Сейчас разговаривали. Кто-то мне пишет прям так утвердительно. До садика, говорит, минут двадцать. Вот садик наш, девочки. Минут семь-восемь идем пешком. А сестра засекала, говорит, двенадцать минут. У них садик дальше намного. Двенадцать минут идут от садика. Так что не знаю, никаких не двадцать. На машине мы, конечно, мы вот так вот, круговую, если едем, то, как-то, не знаю, ну, не совсем долго. Рядышком все. Все у нас здесь рядышком. Ну что? У нас уже вечер. Папа уже Матвейку с садика забрал. Ну что, как у тебя в садике-то дела? Да, все нормально. Переехал. Кто приехал? Папа. Папа приехал? А мы чем с тобой занимались? Чем мы с тобой занимались? Расскажи. Чем? Мы с тобой гулять ходили? Ходили. Чем ты занималась? На прогулке. Я с вами пойду гулять. Сейчас мы пойдем гулять. Пойдем, пойдем потом. У нас такой дождик был, ливень. Мы успели только погулять. Мама там в огороде дела делала. Сейчас нету. Дождя. Дождя нету. Мама прыгала. На батуте прыгала? Прыгала. Мама прыгала. В песочке играла? Глава. В песочке играла. Мозаика играла. Ой, а что только мы не делали сегодня. Стирки настирали. Вон две сушилки целые. Прям вообще. Мама прыгала. Так что. Ой, нам еще подарок надо Ване купить. Завтра пригласили на день рождения к Ване. Ваню будем поздравлять, да? Ева. Ева. Матвейка, да. Нам надо подарок купить. Мы не купили подарок, еще не сходили. Вот. Ну, посмотрим. В общем, папа у нас сегодня уставший с работы приехал. Сейчас. То ли мы съездим, купим сегодня, то ли мы завтра купим. Завтра у Матвейки с утра, в общем, садик, конечно, но до часу надо забрать ребятишек, потому что у них будет обработка территории от клещей. Девочка моя, девочка. Девчонка. Так что, не знаю, в общем, завтра пойдем мы в садик, не пойдем? Не пойдем. Правда? Мама. Как мама завтра пойдет? А вечером после садика будет игровая комната. И в игровой комнате там будете играть, веселиться, поздравлять Ваню. Вот. Так что. Так что, вот такие дела. Мама готовит сейчас ужин. А видео на этом закончу, друзья. Скажу вам всем огромное спасибо, что вы нас смотрите, пишете. Напомню, друзья, про ссылочки. Ссылки оставляю внизу в описании. Заходите в интернет-магазин Тикитекс по оригинальным ссылкам. Радуйте себя и своих близких. Ну, а мы попрощаемся. Ну, не балуйся. Пока. Скажем всем пока-пока. Пока-пока. До свидания всем. До скорых встреч. До завтра, да? Завтра мы, может, что-то поснимаем. Вот. Будет интересненько у нас, если... Сегодня купим подарок. Сегодня? Ну, посмотрим, в общем. Пока-пока всем. Пока.